доброе утро всем сегодня у нас домашний день потому что надо сделать много работы и прибраться у меня маска на носу скоро ее буду отклеивать и давайте приступим к уборке погода тем более располагает дожди у нас идут весь день поэтому будем убираться ну в общем чего и следовало ожидать когда говорят не трогай цветы не подходи к ним вазу уронишь разобьется надо обязательно залезть туда где нельзя ну вот все дети такие сама печально что мне нету такой большой вазы дома больше эти роз очень большие сижу пытаюсь отмыть гринбеевской тряпочкой гуашь с артешиного стола с линолеума одно пятно оттерла желтая а розовая тираться не хочет какая-то это ваша казалось супер въедливый она короче красит не только в этот белый пластик который в принципе хорошо впитывает всякие краски но она красит все вокруг особенно линолеум цветы поставил в мусорное ведро естественно потому что больше не во что их ставить потому что было много раз скажу что с чем ты пришел сюда пожалуйста отнеси контейнер сливы на кухню я тебя прошу вот поэтому я уехала на дачу все утро так ребята я уже вытирала творог который был размазан по всему холодильнику я вытирала кашу которая была под столом на столе на стыле на сидушке я забирала игрушки я оттираю гуашь у меня родители вазу ааааа господи откройте садик мне на дачу надо ехать по погоду испортилась я не знаю сегодня идет дождь весь день но ради того чтобы не заниматься вот этим я готовлю к раку на дачу я не хочу терпеть я знаю что много видишь ты сколько всего на пачках вот это кто устроил а я знаю это ты устроил я пока это не ототру никаких железных дорог я делать не буду а когда судя по масштабу катастрофы примерно к 7 часам вечера я собачу кстати вы наверное многие слышали что гринвэй эко но они себя же так позиционируют да и в принципе у них очень хорошая продукция она мне нравится она действительно работает и удобно пользуются и это экономично но есть один прикол у гринвэя нет сертификата что они эко как они заявляют и та маркировка которую вы видите на пачках эко это маркировка производителя упаковок вот этих вот картонных конвертов да в которой вкладываются все эти тряпочки у производителя этих упаковок есть сертификация что его продукция эко что эта бумага перерабатывается и прочее прочее а то что лежит внутри то есть продукция гринвэй она не эко и она не имеет таких сертификатов потому что то есть чего она сделана и собственно говоря все вся вот эта продукция не биоразлагаемые для вторичной переработки ну короче это просто обычные материалы скажем так который хорошо отмывает но они не экологичные такой вот маркетинговый ход в некоторых странах у них уже были суды по этому поводу но мне не нравится потому что они как бы рассыпаются и они от этого быстрее завянут упадут потому что не стоят не вертикально я не знаю если во второй половине дня не будет дождя тогда мы поедем в окей хотя это далеко вот и я надеюсь там будет ваза новая а что это окей магазин такой где продают вазы для мальчика и мальчики плохо себя ведут ага ага представляешь а там есть пластиковые вазы а зачем пластиковые как чтобы не разбивалось ну логично может быть и есть но я бы стеклянную хотела это красивее а вот я не знаю что у меня с собой поедет не знаю не знаю а 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 Дома я стекла чаще всего протираю гренвеевской тряпочкой. Смотрите, я намочила ее наполовину. Здесь сухая. Чего, сынок? Ну, спать. Спать? Так сейчас еще 10 минут. Вот. И... Ну, здесь мало, конечно, видно. Сначала мокрым трете, потом сухим. Вот. У меня чуть-чуть разводы остаются, но зато без всяких средств. То есть оно сейчас подсохнет, и иногда бывает у меня немного разводов. То есть идеально чистого стекла я достигаю только, когда мою специальными средствами. Вот. А это хороший вариант для такой ежедневной уборки за 3 минутки. И хочу сейчас окна помыть, но окна я всегда керхером мою. Только никак не могу найти вот этот стеклоочиститель сам, который засасывает грязную воду. И есть еще щетка у меня для него. Вот. И я не могу найти насадку на щетку. Она куда-то делась. Где-то без нее сейчас. Ну, другим чем-то наносить, что неудобно. Вложила Артюшу и ищу для него новые развивашки, чтобы распечатать для дачи. И хочу поделиться, где я их беру, потому что очень часто вы спрашиваете. Во-первых, я их беру в инстаграме. Я уже много-много раз ссылку давала на нее. И у меня она в подписках есть в инстаграме. Во-вторых, если вы хотите какие-нибудь бесплатные развивашки скачать, заходите в контакт, в раздел документы. Смотрите. Вот, да, в контакте. Вот здесь раздел документы. И сверху есть поисковая строка. И пишите в ней тематический комплект. И дальше вам выдаются файлы, которые в общем доступе. Ну, то есть люди их загружали. И вот эти тематические комплекты, это всякие вот такие вот развивашки. Ну, на кучу-кучу разных тем. Вот тут какие-то варежки, что с ними делать? А, тут наклеивать. Видите, правильный узор. Ну, в общем, я смотрю, что подходит по возрасту для Артюши. Я смотрю, что ему будет интересно, и скачиваю понравившиеся. Ну, тут матрешки, например. Эти матрешки хочу. Варежки тоже хочу, несмотря на то, что лето. Так, что это следующее? Космос. Смотрим. Помоги ракетам долететь до планет. Видимо, надо провести линию. Это хорошее задание для Артюша. Она идет. Скачиваем. Региена. Что тут надо раскрашивать? Отводить. Тоже хорошая штука скачу. Ну, короче, вот так вот я и делаю. То есть, если вы хотите какие-то бесплатные найти, то вот спокойно через контакт это можно сделать. Их тут, вон, я сколько вкладок открыла. Миллион просто. Сейчас я наконец-то помою свои кисти для макияжа. Я на дочь уехала. Я, естественно, их и не мыла. То есть, месяца полтора уже прошло. А это очень много. И я, чтобы их помыть, набираю воды немного. Мицеллярка. Добавляю ее сюда. И еще немного мыла точно, чтобы получше проходило все. И просто начинаю делать вот так вот. Эта кисточка была для светлых теней, поэтому вода не пачкается особо. А вот если я возьму, например, вот эту вот, сейчас она начнет сразу темнеть. Вот, видите? Ну, короче, я их так вот мою, замачиваю, потом просто промываю водой и сушу. И стараюсь делать это регулярно, потому что была у меня история лет десять назад, когда я грязной кистью для румян устроила себе проще набоудиться они. У меня очень долго мигрировали. И до сих пор иногда вот здесь вот появляются такие, знаете, маленькие подкожные. Поэтому я стараюсь за кисточками следить. Сейчас будет еще один лайфхак для экономных людей. У меня засох картридж черный моего принтера. И я уже полчаса пытаюсь его разбудить. По-хорошему надо покупать новый. Я, естественно, не хочу, потому что он там тысяч рублей стоит. Я загуглила. Оказывается, если у тебя засох картридж, надо сопло. Сопло, это вот эта вот часть верхняя. Вот это у меня сейчас перевернутый картридж. Вот здесь находятся сопла. Их надо попрыскать средством для мытья стекол. Я взяла, какое у меня было, уникум. И оставить на несколько минут. Я в первый раз через минуту попробовала запустить. Кислое, кислое. Кислое, ну положи на стол. Не помогло. Потом на пять минут оставила. И у меня... Короче, смотрите, вот это вообще у меня здесь... Здесь черное должно быть. Его не было. А теперь, после пяти минут, стало вот так. Черное начало проявляться. Вот, вот эта строка. Поэтому я сейчас еще на пять-десять минут оставлю и снова попробую. Потому что я хочу распечатать анализы свои для похода к врачу. И я хочу отточные задания новые распечатать. И у меня там бумага не будет. Вот, а как мне это сделать, если принтер не работает? Так что вот, делюсь лайфхаком. Я очень долго ждала, пока кончится дождь, чтобы поехать в магазин за вазой. Вот, дождалась. Мы вышли из дома. И через две минуты он снова пошел. Так что под моросящим дождиком мы едем в окей. За вазой. Ну, еще там мелочи всякие разные купим. Артимий веселится. Я с собой взяла пакет с вещами, которые я хотела передать на благотворительность. 100-500 лет назад во все выложить. Но в связи с карантином и всеми событиями это просто нереально. У нас эти два пакета уже сто лет стоят в коридоре. Мешают. В общем, я сейчас везу сдать в ящик. У нас там так стоит около церкви. Куда закинули. Вот, сколько всего интересного мы уже набрали. А вазу пока еще не встретили. Сейчас дальше пойдем в поисках дня. У Артюшки маска была в стирке. Хотела ему взрослую, но она не держит. Купили в окее все, что нужно было, кроме вазы. Ваз не было вообще. Смотрела еще каталог Вимаса. У них есть несколько. Но они маленькие. А мне большая нужна. Прям очень большая. Сейчас поедем через сестрик. Длинным путем. Мне тяжело. У меня такой рюкзак набитый. Но все равно. Может какой-нибудь магазин открыт. Типа все для дома. Может там будет. Хотя... Хотя не факт. У нас тут в выходной, знаете, как это... В маленьких городках. Иногда магазины вообще закрыты некоторые. Ну что, мы заехали еще в три цветочных. Где были вазы. Но они все были маленькие. И ужасно дорогие. Поэтому, кажется, судьба моим цветам стоять в жерном ведре. Все остальные ведра. У меня еще два было. Я их увезла на дачу за ненадобностью. Так что, как-то так. Не нашла. Может я завтра в городе, конечно, найду. Но где? Нет вопроса. Народа очень много. У нас все строки гуляют. Все... Ой, что ли? Теряю управление. Все лавочки заняты. В кафешках народ сидит на открытых террасах. Ну, короче, лето-лето. Вот наш фонтан любимый на центральной площади. Артемий все время тут крутится вокруг него. Я тут! Как паранойик, каждый раз, приходя домой, первым делом я поливаю телефон и камеру антисептиком. Мои мучения с принтером продолжаются. Мне кажется, я не достигну успеха, потому что вот нету все черного. Отмачивала я, отмачивала. Ну, может, на сутки надо оставить, как там умельцы народные казарьи. Но я вот на три часа оставила, и все равно. Не печатает. Только цветной. Надо его как-то настроить, чтобы он черный цвет делал из... Ой, господи. Из цветного. Чтобы хотя бы развивашки распечатать. Как мне анализы распечатать, я до сих пор не знаю. Я сейчас печатаю просто черный лист в надежде, что черный картрид заработает от этого. Видите, какой цвет получается? Потому что черный выплевывается. Давай, говори. Я круг. С чего ты сделал такие выводы? Смешно. Сам пошутил, сам посмеялся. Я балерина. Ай, смешно. Может, ты треугольник? Да. Да? Давай. Так это круг. Давай. Папа у тебя круг. А мама кто у тебя? Прямоугольник. Прямоугольник? Подходит, подходит. Я печатаю задание для Артёши. Всё-таки без черного картриджа. Не удалось мне его оживить. Но буду покупать уже потом, когда мы вернёмся в город. Но совсем, потому что они засыхают, если долго не печатали. Что, собственно, не произошло с ними. Ну, качество печати достаточное для развивающих, хоть и с полосками. Ребёнку сойдёт. Вот. Так что, этим я сейчас занимаюсь. И будем делать влог уже готовиться к завтрашнему дню. Так что, попрощаюсь с вами. Пожелаю вам хорошей недели. Приятного и хорошего понедельника. Увидимся в нас. Всем пока.